Поговорим о возможности развития детского и юношеского спорта в Даугу в Пелсе, и в частности о создании муниципальных спортивных баз и летних лагерей. У нас в гостях депутат Думы от партии Согласия Михаил Лавренов и кандидат в депутаты от Согласия Борис Иванов. Михаил, вы как депутат считаете, что самоуправление действительно может помочь удовлетворить высокий спрос на спортивный досуг для детей? Или этот вопрос нужно отдать в частные руки, в руки частных предпринимателей? Я считаю, что Дума не то, что может, а обязана взять организацию детского и юношеского досуга на себя. По моей инициативе, летом 2017 года Думой была приобретена Ругельская база, которая должна стать одним из главных детских спортивных объектов города. И это было одно из немногих дальновидных решений нынешнего созыва, за которое, кстати, проголосовали 10 депутатов. Данный объект был приобретен самоуправлением за смешные деньги. Всего 103 600 евро. С учетом размеров территории базы, а это 19 тысяч квадратных метров, получается чуть больше 5 евро за квадрат земли. Как человек, который много лет занимается недвижимостью, я прекрасно понимаю, что если сейчас Ругель выставить на продажу, базу оторвут с руками по гораздо более высокой цене. Но это будет трагедией для города. Я очень сомневаюсь, что бизнесмены захотят оставить такой уникальный участок под спортивную базу. Скорее там появится какой-нибудь спа-отель, а большинство наших детей будет летом либо глотать пыль в городе, либо в лучшем случае полоть грядки на огороде у бабушки. Потому что заплатить за летний отдых в какой-нибудь Юрмале далеко не всем по карману. Слава Богу, что по закону самоуправление еще год не может продать ее. Очень надеюсь, что депутаты будущего созыва сделают все возможное для ее открытия. Борис, вы долгие годы занимаетесь детскими спортивными лагерями. На ваш взгляд, Ругели удовлетворяют всем требованиям спортивной базы отдыха для детей? Несомненно. Однако сразу же хочу отметить, что речь не должна идти только о летней базе спортивного отдыха. Это должен быть современный, круглогодичный, многофункциональный спортивный объект, где одновременно смогут проживать и тренироваться дети из различных спортивных секций. В летний сезон с мая по октябрь объект может быть использован исключительно учениками спортшкол и городскими детьми. А зимой объект можно сдавать в аренду приезжим сборным и зарабатывать на этом деньги. Эта ниша очень востребована. А сколько детей возможно разместить в Ругелях? В трехэтажном здании гостиницы порядка 150 койко-мест с бассейном и залом отдыха. Еще есть здание для администрации, где можно разместить вожатых тренеров и оборудовать столовую. В бывших мастерских получается 4 мини-зала, например, для танцев, борьбы, бокса или тэквондо. Вокруг базы 40 гектаров отличной и ровной земли, принадлежащей самоуправлению. Здесь можно развиваться в любом направлении. Есть место для теннисных кортов, для футбольных полей, для зон отдыха. По возможностям развития Ругельская база значительно выигрывает у базы Дзентериш. И, на мой взгляд, это преступление перед городом, что Ругели до сих пор не используется для детского спорта. Кстати, Михаил, а почему Дума так и не запустила базу в действие за 4 года? К сожалению, в сентябре 2017 года, после первого переворота, когда сняли мэра Элсенша, включилась политика известной партии, которая поняла, что создание такой спортивной базы даст слишком много плюсов партии согласия. Причем надолго. Поэтому финансирование не дали, сколько мы потом не бились. Вопрос с Ругелями – это яркий пример того, как любая хорошая идея от оппозиции отвергается, несмотря на то, что это идет на пользу горожанам. Мы с Борисом идем на выборы ради того, чтобы положить конец подобному вредительству, которое уже долгие годы не дает городу нормально развиваться, в том числе детскому спорту. Это было интервью с депутатом Думы от партии согласия Михаилом Лавреновым и кандидатом в депутаты от согласия Борисом Ивановым.